всем доброго раннего утра сейчас где-то 15 минут 5 и естественно как всегда я работаю чтобы успеть вам отдать все то что я должна и планировала поскольку меня помимо канала еще есть своя жизнь и своя работа то остается мало времени и максимум что я могу себе позволить это по ночам работая вам дарить то что я хочу подарить что через меня вам дарит мироздание наверное так будет сказано правильно потому как простой человек такие ритуалы дарить может конечно но такие рабочие дарят только силы мироздания через человека для чего дарят силы мироздания через ведьму столько всего людям объясняла много раз я объясняю еще раз дело в том что их основная сила основное что они берут и что дает им возможность пополнять свои эгрегор боги силы демонические сущности где-то но это в основном практике с ними работают основная их выгода грубо говоря от всего этого это ваша положительная энергия пусть у меня храпит вы отдаете положительную энергию им они обогащаются усиливаются и возвращают вам с новой силой им выгодно чтобы у вас все было хорошо чтобы вы радовались и питали их вот этой радостной энергией это силовое поле и вы их усиливаете вот выгодно выгода сил вам дарить и вот почему по какой причине через ведьм дарят рабочие ритуалы и заговоры чтобы у вас получилось и чтобы ваш вот этот вот порыв и волна положительной энергии питала силы богов и других сил мироздания и так перед вами мой алтарь фортуны еще один алтарь здесь украшения деньги кофе вот фамиан символ водолеев единорог не существующие мифическое животное которая живет в параллельных мирах вот все что человечество создает все всякие там мифические сказочные животные сказочные города рассказы это все существует параллельных мирах они живут там в мире духов и просачиваются через талантливых людей вот такие легенды рассказы описание которые мы называем мифы эпосы легенды сказания предания на самом деле это существующие сущности существа которые живут параллельных мирах просто и дано о них узнавать только людям у которых сильная связь с потусторонним миром точно так же как и драконы как и единороги как и так называемые феи это и на самом деле есть мифологии островных народов да греланди и прочее это все существующие создания просто они живут в параллельных мирах и кому-то открывается кто-то их видит описывает и они остаются как в сказках в легендах красивых и прочее и так дорогие друзья денежный камень камни их вообще называет кости земли камни пропитаны энергией земли потому что камни рождаются из вулканов из недор земли камни рождаются из определенных потоков соединяющих под землей смотря какие-то камни кристаллы это или скажем так обычные камни морские ли это камни которые заряжены энергией моря малахиты жемчуг и прочее 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 имею ввиду общие камни не именно морские и с камнями было связано очень много поверье легенд естественно в магии камни точно также участвует как и все остальные ингредиенты и все остальные составляющие человеческой жизни потому как магия это и сама жизнь мудрость мироздания и не могут камни не быть там замечены денежный камень вы знаете в основном такое делали купцы у них были свои денежные талисманы они более других верили в это все и очень боялись трудности нищеты очень боялись нехватки клиентов продаж потому что от этого всего зависела их жизнь их положение в обществе положение их детей представьте купец у которого резко перестает покупать товар и он обнищал его естественно выгонят из гильдии купцов он естественно не выдаст своих дочерей выгодно замуж он конечно же будет нищий оборванец которого высшим обществе того времени и вообще сейчас в том числе не будут принимать для человека это конец жизни конец карьеры трагедии прочее 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 поэтому когда я говорю что деньги это основной составляющей нашей жизни когда некоторые говорят мол вот все на деньги про деньги говорится вот деньги благополучия дорогие друзья я говорила и повторяюсь лучше страдать от любви в мехах шелках бриллиантах в огромном доме сидя за рулем мерседеса чем сидеть возле помойки понимаете когда у тебя финансовое благополучие когда у тебя финансовая независимость ты живешь спокойно и уверенно завтрашнем дне как мой дядя сказал когда я начал зарабатывать свою копейку у меня и язык стал длиннее когда вы зависите от кого-либо даже от собственных родителей не всегда это скажем так принимается с пониманием с уважением к вам вы чувствуете себя лишним ртом и это очень омерзительно основные ссоры в семьях из-за нехватки денег поэтому я учу вас первым с первого наперво концентрироваться на материальных благах потом уже думать об остальном хотя в это время вам нужно развивать свою душу свои духовные качества естественно но мир материален дорогие друзья мир материален и люди которые например выходят за богатых мужчин я их не сужу как бы там не говорили потому что мы не знаем что приходилось им проходить они иногда думают пускай я не буду любить этого человека но пусть у моих детей не будет того детства когда я не могла позволить себе кусок хлеба и прочее прочее и понимаете чтобы судить людей я не сторонник того не судим да не судим будешь нет конечно нужно судить турные отвратительные поступки грязные поступки людей но никогда не лезть со своим уставом в их личную жизнь и обсуждать потому что мы не знаем что заставило человека вот так поступить в этой ситуации если человек другим не мешает мы не вправе судить о том почему он так поступил или иначе это его личная жизнь личное дело так вот все завязано на материальном есть в обществе скажем так положение все это идет от материального когда человек поднимается богатеет ему все прощает все забывают и никого не интересует каким образом даже эти деньги заработаны как бы ты не был честен если у тебя нет положения в обществе если ты не можешь позволить себе лечение если ты не можешь позволить себе купить то что тебе нравится обеспечивать своих детей и так далее я не верю что люди которые смотрят с голодными глазами на соседей на то как они покупают продукты домой что они очень богатой душой добрые хорошие у них обязательно начинается ненависть зависть и злость но чаще всего надо винить себя иногда судьба дает шанс людям подняться заработать их учат как правильно жить но знаете ли не все люди хотят брать на себя ответственность гораздо легче лаять за спиной таких же шакалов чем самому брать ответственность на свою жизнь то есть за свою жизнь на себя так вот если вы ответственные люди вы должны брать и пробовать много работ много заговоров ритуалов чтобы вывести себя из финансового кризиса потому что все завязано на материальном еще раз говорю лечение прочее прочее когда вы говорите о том деньги зло деньги не зло деньги это величайшая сила если вы во зло используете эти деньги да они зло но эти деньги вы можете отдать кому-либо в помощь как вы можете кому-то помочь если самому есть нечего подумайте об этом а каком театре может идти речь если ты не знаешь чем детей завтра кормить поэтому говорить о духовном обогащение когда человек нищий это вообще ни о чем говорить о том что деньги не нужны знаете это до того времени пока у тебя мать не заболеет и не нужны будут крупные суммы чтобы вылечить вот до этого момента каждый человек может говорить что деньги не нужны ерунда это все и так далее до того момента пока они не пригодятся как говорит армянская поговорка когда нужда заходит в дверь любовь прыгает в окно поэтому чтобы ваша любовь не прыгала в окно оставалась в вашем доме вы должны жить и в достатке и запомните достаток приходит в ту семью где есть взаимное уважение где есть любовь где есть трепетное отношение к друг другу поверьте мне если в вашей семье постоянно ругань ссоры крики лучше эту семью заканчивать и начать другую потому что не будет благополучия в такой семье никогда это нереально только энергия любви человечность и сострадание уважение к друг другу притягивает остальные блага в мир теперь денежный камень это в основном был талисман купцов купцы заговаривали на денежный камень я очень много вам давала ритуалов я еще дам вам ритуал именно купеческие потому что один из моих предков был в купеческой гильдии и очень много я наслышанное читала изучал именно купцах как они добивались успехов как абсолютно из ниоткуда с нищих слоев общества поднимались и становились знаменитыми сильными людьми дорогие друзья здесь недостаточно только работать некоторые работы день и ночь ищатчат и остается ни с чем здесь еще немного нужно удача здесь еще немного надо знать секреты денег здесь еще немного надо обращаться к денежным силам поверьте мне потому что в деньгах на самом деле нам кажется что деньги это в основном ну вот будешь работать будут деньги не будешь работа это правильно но не только в этом в основном деньги зарабатывать люди которые надеются на удачу верят свято в эту удачу у них непоколебимая просто вера в то что они заработают поднимутся и все у них будет хорошо и это вера это обращение к этим силам подсознательно обращение даже если они не знают как правильно делать это двигает все с мертвой точки здесь нужна еще и но просто вера в фарт везение в удачу и так далее денежные все эти амулеты талисман я не говорю о тех которые там продают как знаете штампуют прямо и ширпотреб нет имею ввиду вот эти колдовские вещи эти знания они могут человека из просто нищеты вывести в такой уровень за несколько лет что он сам не узнает свою жизнь и такие случаи бывают и мы с вами не зря это все изучаем не зря об этом говорим и показываем чтобы вас вдохновить теперь денежный камень как создать денежный камень есть различные там варианты но честно слабоватые но не то я изучала различные варианты обращение или заговорить денежный камень и что там в этом роде очень мало таких вещей но есть можно покопаться где-то найти но абсолютно абсолютно слабые работы и я изучив немного дело купечества нашла более такой правильный вариант заговорить то есть поняла как это делалось и какими стихиями это делалось и когда я начала изучать я на основе этого создала ритуал я хочу вам подарить этот ритуал смотрите как нужно во первых зеленая свеча зажигается камень нужно положить среди вот таких вот своих сокровищ скажем так украшений серебра золото и прочее прочее если вы положите денежный камень на алтарь богини фортуны замечательно очень даже хорошо оно будет усиливаться и так часто постоянно насколько вы помните подходите зажигать зеленую свечу можно другую свечу на обязательно вот эту прям до конца другую зеленую свечу но зеленая свеча желательно чтобы была она обогащает вообще свеча это стихи огня возле этого денежного камня и заговаривайте три раза этот заговор говорите потушили свечу ушли этот камень пусть присутствует в ваших ритуалах денежных пусть он лежит на алтаре фортуны все время обогащается все время пропитывается энергии денег и это денежный камень привяжет к вам силу денег и все время будет притягивать это очень сильно потому что камень имеет связь матерью землей в магии все взаимосвязано понимаете мы не можем многое объяснить но древние люди были не глупы и они знали нечто такое что мы даже не можем объяснить и понять но на потустороннем на тонком уровне это работает то есть если по логике вещей камень дает определенный сигнал матери земли откуда все прорастает и мать земля нас всех кормит мы это знаем и мать земля то есть через свою энергию приводит в нашу жизнь нужных людей нужные моменты прочее прочее дорогие друзья я вам еще раз говорю вы просто делайте отпускать ситуацию как вам принесут на блюдечке как вам духе это сделают это пусть вас не волнует просто совершенно фантастические истории происходит когда человек вот написала на днях говорит сделала ритуал приходит муж домой и говорит ты что у своих духов рыбу просила свежую и привозит несколько сумок рыбы то есть оказалось что там у кого-то кафе в общем холодильник и сломался и он в срочном порядке за полчаса эту рыбу всем раздал чтобы она не испортилась и больше всего отдал ее мужа и он говорит он притащил мне столько рыбы я как раз на днях забиралась пойти купить там для каких-то там заготовок понимаете вот откуда вот ты делаешь и не думаешь откуда тебе принесут вот и все не думай откуда а вот видите откуда вот таким образом рыбу раздали ну не переживайте чай не обеднеет у него кафе и ресторан ну там один холодильник раздал ничего страшного понимаете для него это капля в море может за что-то откупился сам и хорошо и кому-то от этого лучше итак начнем заговор я наверно прочитаю может может один раз может несколько раз насколько памяти хватит но я надеюсь что вы поняли и если этот камень пропадет не страшно значит берете другой камень и начинайте делать чем больше у вас дома будет заговоренные предметы всякие там заговоренные там скажем так кольца как я вас училась чем больше у вас будет просьбы к силам денег тем лучше вы будете жить вас просят только одного делать ритуалы как одна женщина написала срабатывают только те ритуалы которые делаем вот так и есть делать нужно просто делать не надеется на авось а вдруг чего а именно брать в руки свою судьбу и менять и так сколько муравьев муравейники сколько звезд на небе столько сколько капель в океане столько денег в моем кармане земля мать камня воздух отец камня вода и огонь камню брат и сестра огонь вечен кошель мой золотом обвенчан вода ведь вечная деньга моя бесконечная воздух вечен поток моих денег бесконечен земля вич вечно дары судьбы стекаются в мой дом бесконечно земля мать камня воздух отец камня вода и огонь камню брат и сестра через камень сей деньги притяну еще раз сколько муравьев муравейники сколько звезд на небе сколько капель в океане столько денег в моем кармане земля мать камня воздух отец камня вода и огонь камню брат и сестра огонь вечен кошель мой золотом отмечен извиняюсь первый раз неправильно сказал вода вечная деньга моя бесконечная воздух вечен поток моих денег бесконечен земля вечно дары судьбы стекается в мой дом бесконечно земля мать камня воздух Отец камня, вода и огонь Камню брат и сват Через камень сень деньги притяну Силу и денег себя осеню Деньгам я сват, а златым мне брат И дом мой богат Земля мать камня, воздух Отец камня, вода и огонь Камню брат и сестра Сколько муравьев в муравейнике Сколько звезд на небе Столько капель в океане Столько денег в моем кармане Земля мать камня, воздух Отец камня, вода и огонь Камню брат и сестра Огонь вечен, кошель мой Золотом отмечен Вода вечная, деньга моя бесконечная Воздух вечен Поток моих денег бесконечен Земля вечна Дары судьбы стекаются в мой дом Бесконечно Земля мать камня, воздух, отец камня Вода и огонь камню брат и сестра Через камень сей деньги притяну Силою денег себя осеню Деньгам я сват, а злата мне брат И дом мой богат Земля мать камня, воздух, отец камня Вода и огонь камню брат и сестра Вы знаете, раскрою вам секрет Может быть и раскрою для тех людей Которые не понимают Почему мои работы настолько Пользуются таким успехом Дело в том, что мои работы Очень красивые, лаконичные Логические Созданные И самое главное Они очень грамотно созданы Их произносить И выполнять Просто одно удовольствие И я это понимаю И для того, чтобы у меня был Такой результат Я потратила на это 20 лет Вы готовы потратить 20 лет На то, чтобы у вас был Такой результат? Я очень сомневаюсь Люди, которые хотят достичь Моего результата За 2-3 месяца Они даже не понимают С кем тягаются 20 лет Мне понадобилось Для того, чтобы мои работы Были на таком высоком уровне Да, дорогие друзья Просто так ничего не даёт Мироздание 20 лет нужно вкладывать Свою энергию Жизнь, время Силы Познание Чтобы получить такой результат Всё даётся постепенно С созреванием самой себя Через пробы и ошибки Через понимание Через изучение И прочее Хотя, кому я говорю Что вам Что этому бревну Одно и то же Я имею в виду Людей Особо далёких А вам, дорогие друзья Советую провести этот ритуал И он действенный Как и все остальные Люди, которые спрашивают При переезде Ритуалы На достаток дома И так далее Вот эти купюры Что с ними делать Переведите То есть перевезите С собой И там по новой Проведите Активизируйте Потому что Эти предметы Привязываются К тому месту Где они находятся Понимаете Они вот сюда Будут притягивать деньги Поскольку я очень много делала И они все остались В той квартире Мне нужно И этот дом Теперь усилить И обогатить Вот этой энергией денег Поэтому я Тоже здесь делаю Я тоже стараюсь Это сделать В моём доме Так надо Надо теперь Это место Вы представьте С какой силой Будет обладать Это место Через пару лет Да Всем удачи Всех благ